Всем привет! Я Елена Руденко. Моё путешествие по Таиланду продолжается. Если вы ещё не подписаны на мой канал Ангел 50 на 50 Демон, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые интересные видео. Буду всем очень благодарна за лайки и комментарии. Вам не сложно, мне приятно. Ну а если вы ставите дизлайки, то хотя бы напишите причину. Я очень адекватно отношусь к критике. Сегодня мы посетим сад многолетних камней и крокодилную ферму. Мы сможем покормить крокодилов, посмотреть на огромных самов, увидеть шоу крокодилов. Будет интересно. Вход в сад камней стоит 500 бат. Это 16 долларов. Мы за вход не платили, так как посещение данного сада, термокрокодилов и так далее, входит в нашу бесплатную экскурсию, которую нам предоставил туроператор. Дерево в клетке. Таких, на самом деле, очень много везде, в каждой хаты. Да, они дорогущие, да, но почему оно в клетке? Потому что подарил это дерево сюда, хозяин этого парка, этой фермы крокодиловой, принцесса тайская, Махачак-3. Короче, дерево владельцу парка подарила принцесса. Оно приносит ему удачу и деньги. Он ни с кем не хочет этим делиться и поэтому запер его в клетку. Территория парка «Миллионолетних камней» расположена в 15 минутах езды от центра Паттайи. Охватывает около 29 гектар. Это одна из пользующихся большой популярностью городских достопримечательностей. Создание парка началось в 1989 году по инициативе бизнесмена и мецената Куана Суана, который выделил собственные средства на этот проект. Будучи ценителем прекрасного, он пропагандирует сохранение природы Таиланда, а также культурных традиций. И вот уже более 30 лет он по крупицам создает уникальную коллекцию великолепных образцов флоры и фауны, которые в природе можно встретить достаточно редко. Парк «Миллионолетних камней» это не просто парк, это настоящий музей под открытым небом. Посетители парка могут погрузиться в невероятное многообразие растительного и животного мира, насладиться великолепным ландшафтным дизайном и получить море прекрасных впечатлений. Территория парка пестрит множеством деревьев с кочными кронами и чудесными цветами. Дорожки петляют среди декоративных кустарников, а вода струится каскадами. Территория парка «Миюка» плавала, метра два, наверное, не могла выбраться. Плавала раньше. И что, куда она делась? А вот орхидея цветет, видите, там большая орхидея, видишь? Видите, вот она цветет, громовофилюс. И вот почему она тигровая, видите, второе название? Похоже на шкуру тигров. Многие деревья в Таиланде имеют воздушные корни. С помощью этих корней они получают влагу из воздуха, ну, в воду. Большинство камней в саду – это окаменелые деревья, прораставшие сотни миллионов лет назад. Здесь много мест для красивых фотографий, рай для любителей селфи. Кроме окаменелых деревьев, в этом парке также много камней вулканического происхождения. Ну, то есть, вообще здесь разные камни. Какая красотища! Там, наверное, еще и рыбки плавают. Тайцы очень любят украшать подобными вазонами, фонтанами, территорию вокруг своих домов, магазинов, кафешек, отелей. Наш гид куда-то убежал, сказал, что встречаемся через полтора часа на шоу крокодилов, поэтому будем по парку гулять сами. Хотя я бы в этом парке погуляла бы до самого закрытия. Он вроде бы закрывается в 18.30. Я здесь уже ранее бывала во время своей прошлой поездки в Таиланд. Она также, этот парк, входила в нашу бесплатную экскурсию. В этот камень ударил метеорит. Вернее, попал в метеорит. Ну, ладно, я для себя это делаю. Я для себя это делаю. Видео. Ладно, буду молчать. Камешек для денежного колеса из Таиланда, Паттайям. Парк камней. Маленькие, самые большущие. Ладно, что. На территории парка можно купить корм и покормить ярких карпов и гигантских сомов, обитающих в живописном году. Привыкшие к постоянному вниманию рыбы совершенно не боятся людей. Охотно идут на контакт, высовываются из воды и разглядывают новых и новых гостей. Они с удовольствием отведают предназначенное для них лакомство. Ну, лакомство мы покупать не будем. Я видела там экскурсию из китайцев. Китайцы любят такое вот, покормить кого-то. Сейчас просто постоим и дождемся, когда они купят, уже покупают корм и будут кормить. А мы это все снимем на видео. Не знаю, правда, будет это видео. Или нет, не будет. Ну, попробуем. Пока мы ждем кормления карпов и сомов, я немножечко расскажу о экзотической еде, которую можно попробовать в этом парке. Здесь есть ресторанчик, который предлагает яйца рептилий в виде яичницы. Также предлагается здесь жареное и сушеное крокодилье мясо, супы из крокодилья мясом. Блюда эти стоят 200-500 бат за порцию. По меркам Таиланда это дорого. Но так как это экзотика, многие туристы пробуют. Ну, я лично, если честно, не пробовала и времени особо не было. Просто у нас в экскурсии очень охраняюченное время. Быстро пробежаться по парку, все посмотреть. И то весь парк не успеваем посмотреть. Потом крокодилье шоу и уезжаем. Тут еще в этом парке зоопарк есть. Я все-таки надеюсь, мы в него успеем попасть. В нем не зоопарк. Но до крокодильного шоу у нас есть еще немножко времени. И пробуем добежать до зоопарка. Что-то здесь цветных карпов мало. Наверное, их большие самые сели. Боже, какие крикливые китайцы. Не знаю, будет ли меня слышно на этом видео или нет. Слоники. Мы дошли до слонов. Здесь можно купить корм и покормить слоном. Также за дополнительную плату можно покататься на слоне. Сколько стоит покататься, я не знаю. Если кто-то знает, может написать об этом в комментариях под этим видео. Слоны являются священным символом Таиланда. В Таиланде есть белые и серые слоны. Белый слон – это символ короля и невероятная удача. Согласно законам Таиланда, его величество обладает беспрекословным правом владения на всех гигантов альбиносов королевстве. Человек, который найдет и передаст во дворец такое животное, будет обеспечен до конца своих дней. Белые слоны содержатся в особых условиях, окружены любовью и вниманием. Альбиносы никогда не работают и только иногда используются в религиозных обрядах. Серые слоны содержатся на слоновых фермах, где работают с утра до вечера, до старости. Их используют в строительстве, при погрузочных работах и в туризме. Катание на слонах сегодня одно из самых популярных развлечений для туристов в Таиланде. Права слонов в королевстве защищает Конституция. Их используют для работы с 14 до 60 лет. А трудовой день регламентирован 8 часами. Кроме того, все слоны имеют медицинскую страховку и бюллетень наблюдения за состоянием здоровья. В 60 лет животное выходит на пенсию и получает пособие 5000 бат, которые полностью уходят на еду. Ведь ежедневно слон должен съесть корма объемом до 8% от своего веса. Однако, не все слоны доживают до этого возраста. В среднем слон живет 55 лет. В Таиланде слоны ходят в школу, работают и выходят на пенсию. Здесь можно сфотографироваться в обнимку с тигром. Чуть больше месяца назад в Таиланде на Самуи в зоопарке тигр напал на двухлетнего ребенка и серьезно повредил ему лицо. Сами решайте, сфотографироваться с тигром или нет. Я лично не стала. Вольер с жирафами. Жираф самое высокое животное в мире. Пятна на шкуре жирафа уникальны, как отпечатки пальца человека. Шаг жирафа составляет более 4 метров. Большой птица-носорог. В этом вольере есть еще белохохлый птица-носорог. Павлин бегает. Вообще, в Таиланде около 30 видов птиц-носорогов. Сегодня они не общительные какие-то оказались. Когда я была раньше в этом парке, носороги просто подбегали к людям, фотографировались с людьми. Ну, были повеселее и пообщительнее. В этих вольерах разводят крокодила. Для того, чтобы потом их убить из кожи, сделать в разные сумочки, кошельки, ремни. А мясо отправить в рестораны. Чтобы потом готовить разные кликатесы, для туристов. Ну, для местных, наверное. Гавиал малайский. Так он. Не жарко. Ладно, что здесь. Без хвоста. Ну, знаешь, кто-то откусил. Ну, понятно. А он тоже хвост. Нет, у них короткий хвост. Нет, там именно огрызок. Пошли тебе кормежку. Здесь можно за дополнительную плату покормить крокодилов. Кормление крокодилов стоит 100 бат. Равняется 3 долларам. За курицу на удочке. Вам дают удочку, к которой привязан кусочек курицы. И вы ее бросаете голодным крокодилом. У нас еще осталось время до шоу с крокодилами. Мы можем спокойно понаблюдать за кормлением этих удивительных животных. И параллельно я вам расскажу несколько фактов о крокодилах. Крокодилы появились более 80 миллионов лет назад. Птицы их ближайшие родственники из числа ныне живущих существ. Несмотря на впечатляющие размеры крокодилов, их яйца не велики и крупнее, чем гусиные. Еще около 3000 лет назад эти создания обитали только на суше. Почему они в итоге приспособились к обитанию в воде, ученые пока не знают. Они часто глотают камни, которые не только помогают им перетирать пищу в желудке, но и облегчают процесс ныряния. В крови крокодилов содержится аналог природного антибиотика. Поэтому полученные им раны заживают обычно быстро и без осложнений. Эти удивительные создания живут по сотне лет, а то и больше. Кто появится из яиц самцы или самки, в случае с крокодилами зависит от температуры воздуха. При температуре до 31 градуса рождаются самки. При температуре от 31 до 33,5 и те, и те. А если воздух прогревается более чем на плюс 33,5 градуса, то рождаются самцы. В условиях отсутствия пищи и воды эти животные могут подать в пячку на срок около двух лет. Сытый крокодил никогда не атакует потенциальные жертвы. Зубы крокодилов из-за постоянной работы довольно быстро стачиваются, но на замену им вырастают новые. Полностью они обновляются примерно за два года. И всего этих замен может быть до сотни. Большинство видов этих присмыкающихся не способны выжать при падении температуры воды ниже плюс 20 градусов. Камешек для денежного колеса из крокодилей первым. Шоу крокодилов. Я его буду снимать и на видеокамеру, и на телефон. Также будут снимать моя подруга Лариса, сестра Аня. Мы постараемся отснять с разных ракурсов. Шоу это будет длиться 20-30 минут. Я потом возьму все видео свои, Аню и Ларису смонтирую в одно, чтобы вы смогли полноценно увидеть все, что здесь происходило. Известно, что крокодилы не поддаются дрессировке. Тем не менее, в Таиланде крокодиловое шоу – зрелище столь же традиционное и популярное, как в Испании корида. Как удается укротителю заставить хищников слушаться и при этом остаться в живых? За ответ банально прост. Просто надо знать особенности поведения данных животных. Здесь довольно прохладно. Состояние и поведение рептилий плотно связано с температурой и влажностью воздуха. Если температура ниже обычной, и активность несколько затормаживается. Теперь среди них надо выбрать самого спокойного. Дрессировщик вытаскивает хищников за хвост из воды. Это выглядит, как будто представление уже началось. Но на самом деле это только вступление. Тот, кто поведет себя агрессивно, выступать не будет. Но сначала, еще только выйдя на площадку, укротитель поливает себя и пол вокруг водой из бассейна. Дело в том, что крокодилы, обладающие отличным обонянием и плохим зрением, выделяют в воду особый фермент. И таким образом этот запах перебивает запах окружения и не дает почуять добычу. Самые страшные номера с засовыванием в зубастую пасть руки или головы помогают выполнить обычная палочка, предварительно также побывавшая в воде. Ее человек водит по пасти и зубам крокодила, имитируя движение птицы, ходулочника или шпорцевого чибиса, которые в дикой природе занимаются чисткой зубов крокодила. В привычной процедуре хищник никогда не захлопнет пасть, если ощущает присутствие птицы. Но если все-таки вздумает ее захлопнуть, раздаться предварительный сигнал, щелчок челесного сустава, тогда за считанные доли секунды джессировщик должен успеть отскочить на безопасное расстояние, иначе рептилия, захлопнув пасть, начнет быстро вращаться вокруг своей оси, отрывая голову или руку. Выступление с крокодилами занятие опасное, но прибыльное. А еще у крокодилов есть специальные зоны на морде, при надавливании на которые эти животные широко распахивают пасть и не могут ее закрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ставьте лайки, пишите комментарии, вам не сложно, не приятно. Всем пока!